Аральское море, пожалуй, самый загадочный водоем на нашей планете. Еще совсем недавно оно было полноценным морем или все же правильнее сказать бесточным озером, если следовать научной классификации. Но в 1960-х годах стало резко мелеть. Это случилось из-за высокого отбора воды для орошения и сырдарьи и амударьи, питающих озеро. В 1989 году оно обмелело настолько, что распалось на два водоема. С течением времени ситуация только ухудшалась и озеро пересыхало буквально на глазах. Фотоколлаж наглядно демонстрирует, как исчезает некогда четвертое по величине озеро в мире. Отступая, воды озера стали открывать одну загадку за другой. В 1990 году была проведена аэрофотосъемка озера. На снимке ниже видно огромное количество борозд на дне под уже совсем тонким слоем воды. Одни складывались причудливые фигуры, другие были абстрактны. Длина борозд составляла от нескольких сот метров до 6-7 километров, а ширина, постоянная в каждой фигуре, разнилась от 2 до 100 метров. Глубина же была порядка 0,5 метров. Некоторые линии проходили уже поверх предыдущих до 4 раз, как бы наслаиваясь. Их возраст, по очень примерным подсчетам, мог быть порядка нескольких сотен лет. К сожалению, исследователи не смогли объяснить эти образования. Но зато у дилетантов и псевдоученых версий хватало. Эти линии стали предметом спекуляций и откровенного обмана в попытке поймать хайп. Появилось множество сообщений, что на дне Аральского моря стали видны геоглифы не хуже, чем на знаменитом плато Наска. Но даже простой просмотр спутниковых карт разных годов легко развенчивает этот обман. Например, это стрелка. Объект находится, а вернее находился по координатам 45 градусов 12 минут 13 секунд, 2Н 58 градусов 20 минут 30 секунд, 4И45, 203658-58, 341767. И это даже не дно моря, а участок степи на западном берегу. Стрелка была нарисована на волне хайпа, потому что спустя несколько лет на следующем снимке ее уже почти не различить. А представьте, если бы прошло несколько столетий, еще один объект, который в сети фигурирует, как геоглиф Аральского моря. Эта звезда вообще имеет абсолютно ясное и прозаическое объяснение. На фото аэропорт рядом с узбекским городом Кантубек, Аральск-7. Это небольшой закрытый городок на бывшем острове Возрождение, где в советское время располагался биохимический полигон. В трех километрах от города был построен военный аэродром в виде розы ветров из четырех взлетно-посадочных полос. Сейчас город заброшен и почти разрушен. Но я не зря назвал Арал самым таинственным водоемом. Ведь дном моря он был далеко не всегда. В том виде, в каком его знали до обмеления, Арал возник лишь в 15-16 веках. В 17 веке русские исследователи изучили его, включили большую чертежную книгу и нанесли на карту российского государства под названием Синее море. Но примерно до 15 века озеро было очень маленьким и на его берегу жили люди. В 20 веке с обмелением на бывшем дне проявились остатки городища Арал-Асар Золото-Ордынского периода. Там были найдены дороги, строения, мельничные жернова, монеты, железные и бронзовые изделия и множество керамики. Кроме того, археологи обнаружили остатки мавзолея Кердери, датированного 11-14 веками. А всего найдено более 60 археологических объектов. Вообще, судя по тому, что город был выстроен капитально, становится понятно, что люди его населяющие, агузы и кипчаки, не планировали переселяться. Они занимались земледелием и имели развитую мелиоративную систему. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.